Если говорить о еще других союзниках России, наблюдаем мы, конечно же, за тем, что там происходит с Лукашенком, так называемое союзное государство, понимаем, смотрим, наблюдаем, не будет ли в этом году, например, Лукашенко давать свою территорию для ударов по Украине в том числе. Но вот недавно была встреча Лукашенко и Путина, пишет директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, что если это вся конспирология, правда о том, что Путин умер, то вот именно этот визит к Лукашенко является ярким примером. И в сети уже очень много разных экспертов указывают на том, что какой-то Путин не такой, что это может быть, опять же, двойник, которого на родине прозвали Васильевича, и этот поддельный Путин якобы ведет себя слишком живо. Ну и также об этом говорили и оппозиционеры белорусские, что, мол, очень странно, очень быстро, максимально быстро они переговорили, ну и разошлись. Как думаете, вот эти все встречи, о чем они говорят, можно ли говорить о том, что Путин какой-то не такой, ну и, в общем, чего ждать, да, вот до такого сотрудничества тесного? Лукашенко будет до последнего бояться Путина, подражать ему, делать все, что он скажет? Ну, вы знаете, начнем как бы с первого, да. Путин жив, Лукашенко жив, все у них нормально со здоровьем. Все эти шуточки неуместные о том, что Путин умер, на самом деле приводят к реальной дезинформации и к тому, что мы тратим эфирное время на обсуждение как бы фантастических сюжетов, на которых нечистоплотные люди зарабатывают деньги. Ну, дай им Бог здоровья, конечно, но в принципе можно было бы этим не заниматься. Двойников у Путина нет, да, то есть Путин – это Путин. Когда он исчезнет, поверьте, мы первые об этом узнаем, потому что нам сразу же об этом объявят. Никто держать эту информацию в секрете не будет. Значит, Лукашенко немножко, так мне кажется, отошел на второй план после того, как была закончена вот эта кампания по нагнетению ядерной ситуации после переброса ядерного оружия в Беларусь, когда Лукашенко там громко, публично, неоднократно угрожал и Польше, и Литве, да, и все это поддерживалось еще российскими политиками, российским руководством. Поэтому сейчас Лукашенко немножко забыли. У меня, конечно, ощущение, что это все произошло, вот этого затишки с Лукашенко в связи с тем, что готовился некий другой фронт столкновения и войны. И я думаю, что 7 октября этого года, когда был совершен теракт Хамаса в Израиле, собственно, этот фронт определился, да. То есть я предвидел конфронтацию по вот этой ядерной линии, да, но я скорее считал, что это будет вот то, чем нам угрожают, да, вот удар из Беларуси в направлении Польши и Литвы, да, буквально. И даже по времени так мне казалось, что это должно произойти до 1 октября этого года. И, собственно, 7 октября вместо этого произошел теракт в Израиле. Этот теракт, он очень, как бы, он и не случайный, и непростой. И на самом деле последствия этого теракта нам еще как бы неясны. Мы их, ну, сейчас, наверное, начнем постепенно понимать, когда пройдет вот этот вот этап освобождения заложников, который будет долго-долго еще тянуться, так мне кажется. И долго-долго их будут освобождать понемножечку, потому что сейчас и Хамасу, и Ирану очень важно тянуть время, потому что всем понятно, что до освобождения всех заложников никаких решительных действий Израиль совершать, скорее всего, не будет. Но мне кажется, что происходит, ну, примерно следующее. Вот с одной стороны мы видели, как Россия налаживает политические, именно политические, да, отношения с Северной Кореей. Не то, что их не было, да, но вдруг мы увидели там визит Лаврова в Северную Корею. И, допустим, визит Лаврова в Северную Корею – это же не военные переговоры, потому что для военных переговоров послали кого-нибудь еще, ну, Шойгу, например, да. То есть это, Лавров там не поставку северокорейских снарядов в Россию обсуждает, да. Обсуждает какие-то другие вопросы. И, скорее всего, единственный вопрос, который они как бы обсуждают, это завершение северокорейской ядерной программы, потому что больше им обсуждать, в общем-то, нечего, да. И то же самое относилось к Ирану. Вот когда началось сотрудничество России с Ираном, и оно вроде бы было военным и практическим. Иран очень как бы удачно для России стал поставлять им дроны. Но было понятно, что в ответ, в обмен, Иран что-то должен получить. Это что-то вряд ли деньги, потому что деньги во время войны как бы всех интересует мало. Вот есть очень много других как бы вещей, да, которые во время войны более ценными являются, чем просто деньги, чем просто купли-продажи. Понятно, что поскольку Иран планирует стать ядерной державой, то, скорее всего, один из вопросов, который как бы обсуждался наверняка, на политическом уровне, это вопрос о завершении Ирана ядерной программы. И мы не знаем, ну я, по крайней мере, не знаю, да, о чем они договорились и вообще, что в этом плане происходит. Но вполне возможно, что вот эта вот беспрецедентная атака Хамаса, за которым стоит Иран, как все знают, да, она стала возможной только на фоне того, что Россия теперь еще является союзником Ирана, и Иран это знает, а может быть, это связано и, допустим, с завершением создания Ирана ядерного оружия. Поэтому мы еще можем увидеть какие-то новые очаги конфликта. Вот этот вот очаг конфликта, создаваемый сейчас уже созданный, новый очаг конфликта на Ближнем Востоке, и на Ближнем Востоке время от времени происходили войны между Израилем и арабскими странами. Но каждая новая война, она ведет, ну, приводит к каким-то дополнительным рискам, да, именно из-за того, что от года в году, к сожалению, оружие становится все более и более и более мощным, да. И вот ракетные обстрелы Израиля, например, да, становятся возможным еще и потому, что эти ракеты с каждым годом как бы летают все дальше и дальше и дальше, и происходить их все проще и проще и проще. Так что, ну, вот Белоруссия, она как бы является все равно еще игроком, вот даже в этом вот блоке, да, конфронтации ядерной, да, с Северной Кореей, из Ирана, из Белоруссии, потому что я не думаю, что Россия планирует участвовать в ядерной конфронтации, это как бы, ну, немножко такая самоубийственная задача, да. А вот участвовать, организовывать ядерную конфронтацию чужими руками, а вот это вполне вписывается, как мне кажется, и в психологию, и в намерения российского руководства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!